Если вы уже посмотрели видео, где мы с другом постарались русскую и украинскую коню, то вы, наверное, уже знаете, что мой друг Деди, который тоже из Франции, он недавно начал учить русский язык. И он меня спросил пару дней назад, как можно сказать на русском with, просто with. Короче, он заказывал еду, и он хотел сказать один бургер с беконом. Он хотел вот сказать этот с беконом. И он еще, я бы сказал, еще ничего не знает на русском языке. Поэтому, когда он меня спросил это, я думал, товарищ мой, это только начало неприятностей. Да, теперь я очень сильно уважаю тех, кто учит других по русскому языку. Но как я могу ему объяснить, что если это существенный мужской род, оканчивающийся на согласную, то надо добавить он. Конечно, кроме тех, оканчивающихся на ж, ц, ч, ч, ч. Потому что тогда это будет тем, что если это женский род, надо заметить а на ой. Или иногда на ою. Но я не точно понял, когда можно это делать. А если это средний род, то надо просто добавить м. И, конечно, это не все. Но я уже устал это объяснить. Ну, я тебя уже слышу. Ну, Орелин, это не сложно, даже наши дети понимают это. Ну, дорогой, слушай внимательно. Такого на французском нет, такого на английском нет, такого на испанском нет. А вот такие языки мы учили в школе. Ну, да-да-да, ладно-ладно. На латинском языке, да, есть поддержи. Но только те, которые хотят общаться с мертвыми, изучают латинский язык. Но есть тоже на немецком языке. Ну, это только для сумасшедших людей. Ну, простое предложение, как я иду в твою квартиру с моими друзьями. Тебе надо учить русский язык по крайней мере 6 месяцев, чтобы это говорить. А почему это сложно, дорогой мой? Слушай внимательно. У нас здесь два подъезжа. И у нас тоже этот глаголь движения, который все иностранцы обожают. Как будто мне постоянно надо знать, если я куда-то хожу пешком или на машину. Или если я туда хожу каждый день или только один раз. Если честно, я этого не очень понимаю, даже сейчас. Если я сейчас в Москве и я говорю, я иду в Париж, это понятно, что я не пешком иду в Париж. Я еду в Париж. Ну, если честно, я сказал 6 месяцев. Но, наверное, это может быть даже год или даже два года для тех, которые немножко неневые. Знаете, что даже после трех лет изучения русского языка, у меня еще чувство успеха, когда я хорошо употребляю... Падежи. Употребляют. Употреблять. Очень смешной глагол на самом деле. Ну, ладно, ладно, давай. Я вам расскажу, как я начал учить русский язык. Сначала я использовал мобильное приложение Babel. А в этом приложении я начал учить русский язык. Я платил абонент, где-то было, не знаю, что-то типа 8 евро каждый месяц. И там я прекрасно смог выучить русский алфавит и основы русского языка. Но это мобильное приложение меня не все сразу сказало. Оно мне сказало, что в русском языке есть сейчас подъезжие. Но, если честно, в противном случае я буду испугаться. Нет, нет, нет. Сначала оно меня научило, что если я хочу сказать, что я живу в каком-то городе, то мне просто надо добавить в конце этого города. Например, я живу в Париже. Я живу в Москве. И сначала я думал, ну, впервые я вижу такую систему. Это оригинально. Потом оно меня научило, что если я хочу сказать, что у кого-то есть что-то, надо добавить А, если это, ну, если это мужчина, например, это подарок Джона. А что если это девушка, то надо добавить И. Например, это подарок Марине. А в то время я серьезно начал испугаться. А вы знаете, что по природе мои люди любопытные. Поэтому я искал информацию об этом в интернете. И я узнал, что такое падеж. Первые в моей жизни я узнал, что такое падеж. Да, потому что перед этому я не знал. И я видел все эти таблицы. Я думал, боже мой, зачем мне нужен русский язык? Короткую депрессию началась. Она прошла. И теперь, и теперь я могу сказать, что после трех лет изучения русского языка это более-менее неплохо. Короче, я искал эту информацию и я видел, что в русском языке у каждого слова 12 вариантов. 12. Это значит, что мне надо запомнить более-менее для каждого слова еще 11 других. Честно, я испугался. Потом я видел, что в целом, наверное, есть что-то типа 40 окончаний. 40 окончаний. Если вы встречаетесь с каким-то, не знаю, из Франции, из Англии, из Америки, не говорите, что у вас вот так много падежей, так много падежей, так много окончаний. Просто не говорите об этом, если вы знаете, что какой-то иностранец начинает учить русский язык. Я моему другу еще не сказал, что есть все эти вещи. Я сказал, давай, учи, учи. Потом увиди сам. И потом у нас, конечно, эти исключения. Вы знаете, это как вот такой друг, такой человек. Он думает, что он уникальный, но все, что у него уникально, это то, что он очень тяжелый человек. Например, слово брат. Логично, это должен быть брата, но нет, это братья. Потом у нас есть сестра. И нет, это не сестры, это сестры. Мы иностранцы до сих пор еще не понимаем, почему эта сестра решила превратиться на сестры. Падежи и числа. Ничего в этом мире может быть сложнее, чем числа на русском языке. Но если ты учишь французский язык, я тебе уже слышу, что у вас на французском языке вообще 80, это как будто 20 умножить на 4. И да, это очень сложно. Но, дорогой, слушай меня. Это не сложнее, чем это 3, 3, 3, 3, 3, я не помню даже, но я даже решил, что я этого не буду учить с учебниками по грамматике. Нет, я просто буду общаться еще, еще и дальше, и больше, еще раз с русскими. И когда-то у меня, я надеюсь, все получается. Но вы знаете, что он еще не видел? Нет, это ваши мемы на русском языке. Пять есть? Пять есть? Есть? Нет. Или в каком классе ты учишь? Я в А, я в Я, я в Б, или в С, или в Д, не знаю просто. Ну, наверное, русский язык сложный для иностранцев. Но поверьте мне, я кайфую учить русский язык.